Небольшой обзорчик экспромтом хотел на основной, точнее на канал затестим его залить, но в связи с тем, что ребенок болеет, руки у меня зеленые, будете смотреть на основном канале. Может кому заинтересует перейдут на второй канал и будут там остальные обзоры смотреть. Микрофон поставлю, в общем сегодня прикупили мы, типа вкусняшка, не знаю что это за хрень, еще не пробовал пока такую, ели. Значит комплекс на обед от Домашний очаг, беточки из курицы с картофелем, зарумянинные салат оливье и хлебушек, 455 грамм состав. Картофель, кура, рубленые, майонез, ставьте на паузу, смотрите, даже хлеб положили. На самом деле прикольная штука, еще раз повторяю, сколько он где стоит я не знаю, смотрите в своих городах, если вы увидите. Я купил в магните, стоит этот набор всего лишь там что-то 80 рублей, 85 рублей, что-то такое, но это он правда какой-то на акции был, или не на акции. Сколько он стоил? В чеке 159. Да, хороший. Нет. Ну может они потом сбросили? Да. Я даже 159 не купил. Я же на тесты покупаю. Ладно, хрен с ним. Короче смысл в чем, смысл в том, что готовый набор, сразу обед, куриная котлета рубленая, картофан, салат и хлебушек. По умолчанию стоит вроде 150 рублей такой набор, но я в магните уже который раз натыкаюсь на акции. Причем обычно акции, когда последние там дни уже идут, они проводят акции, чтобы товар этот самый не пропал. Но здесь вот сегодня у нас седьмое, да, сегодня седьмое, она изготовлена только 5-го числа. До 15-го готова, так что в любом случае нормально, не знаю почему акции, а чека нет, да? Выкинула, ой, хрен. Короче, ну все это важно. Стоит в районе 150 рублей. Такая шуковина, если без скида, без всего прочего. Мы уже тестили на канале, затестим, готовые обеды, там от Юлии Высоцкой по-моему были, супчики мы тестили. Так что кому интересует данная тема, можете пройти посмотреть. Значит в комплекте здесь, ну все красиво очень, ножичек, вилочка, салфеточка, даже зубочистку положили. Здорово. Сейчас разогрею и заценим вообще, съедобно или нет. Картофан вам показал, сейчас салатик покажу. Огурцы вижу, помидоры, морковку, колбасу, в общем все как в обычном салатике. Хлебушек, пахнет вкусно. С каким-то добавком. Обычный хлеб. Салат зачетный. Что-то я логику не понимаю российских производителей, если честно. Самые сами по себе продукты, ну то что мы по крайней мере покупаем последние 4 месяца в России. А мы перепробовали уже все что могли. В основном дерьмовое качество. А вот готовые блюда, они почему-то прикольного качества. Не знаю, сейчас чуть разогреем. А вообще обзоры выходят на отдельном канале, ссылку я оставлю в описании. Там уже все красиво. Красивая картинка с антуражем. Но, пока ребенок болеет, снимать возможности нет, поэтому смотрим как есть. Товарищ какой-то. Какая-то загадка на самом деле. Пока я ее не разгадал. Покупаешь отдельно какую-нибудь колбасу там. Особенно колбасные изделия. Это вообще трех какой-нибудь полный. Почему? Потому что они... Все колбасы, все вот эти вот сосиски полукопченые, как они там называются, они почему-то брызгают жидким дымом. То ли чтобы они не воняли, то ли чтобы все думали, что они реально копченые. Они полное говно. Единственное, нормальную продукцию, которую мы пока нашли, это Миратор. Наверняка есть еще, будем искать потихоньку. Для этого второй канал мы оживили, чтобы находить что-то интересное вам показывать. Ну вот второй уже... Вторую компанию пробуем готовый обед. Вот Юлия Высоцкая там вообще просто the best. Ну очень вкусная. И сейчас вот этого... Домашний очаг. А я сейчас стрим только что проводил. И там народ очень активно... Предложением выступил. Покупать, типа, белорусские продукты. И делать отдельные обзоры на них. Так что тоже будем делать. Скажу, что в России, к сожалению, очень много подделок. Наверное, процентов 85 точно. Хотя я об этом уже сто раз говорю. Смысла нет это повторять. Так, ну покажи. Покрупнее. Надо котлетик подрезать. Посмотрите, что там внутри. Видно? Ну, не вернуло. Ну, внешне, вроде, обычные. Ну, котлеты однозначно не из филе, конечно. Такое вот, что-то переписорубленное. Но... Вполне-вполне съедобное. Картошку тоже прикольно. В общем... Можно смело покупать. Не знаю, как по цене. Дорого это, недорого. 159 рублей. Ну, вообще, дороговато, наверное, да? Да, ну, дороговато. На белорусский это получается 50 тысяч старыми. 5 рублей новыми. Ну, там как-то так. Но в магните постоянно эти акции висят. Ну, здесь почему-то пробили. Полную стоимость, я не пойму почему. Обманули, короче. Козлы. Да, 159 рублей. За 159 рублей я бы не купил. Рублей за 80, да. За 159 жирно будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова